Доброго вам здоровичка! Живите богато! Да! Расскажу одну историю пока. Приехал как-то внук к деду погостить, а у деда был сосед. Так вот, и как-то этот сосед приносит ведро помоев и расплескал на ступеньки. Ну, зависть, всякое бывает. Что же сделал дед? Он взял, помыл, помыл себе ступеньки, вымыл ведро, насыпал туда яблок и обратно отнес соседа и положил тайну возле его двери. Внук это все увидел и удивился. Спросил деда, дед, а ты что делаешь-то? Он же тебе ведро помоев притащил, а ты ему яблок обратно отдал. А дед ему сказал, каждый делится тем, чего у него много. Вот я и поделился добром. Ну, а вывод довольно простой. Злым быть очень легко. А попробуйте быть добрым. Во больших эпичных зданиях возле вокзала, сзади меня, кстати, вон вокзал чугунячный. Так вот, это и есть вход в Минск. Буквально ворота. Давным-давно в русском языке существовало понятие для железной дороги. Чугунка. Мне кажется, здесь это еще и осталось. Помните, я говорил, что в каждой стране есть кого поцеловать? Я имею в виду скульптуру, обычай. Так вот. Не, ну вы что подумали. Ну ладно. Не больше, не больше. Давайте знакомиться. Вы очень холодны сегодня. Это, пожалуй, самая большая и самая удивительная площадь Мински. Здесь находится мега-здание. Ну, даже почти там и тот. Размером с дворец. Вообще, можно сказать, что Минск заново отстроенный, словно по линейке. Здесь все ровное, большое. Вот этот замечательный большой фонтан, но он сейчас не работает, но это очевидно. Сзади находятся три больших аиста. Три аиста означают три братских республики. Россия, Украина и Беларусь. Хватит ссориться, а? Нормально же жили. Сзади меня самое массивное, скорее всего, здесь. Это здание педагогического университета. И это очень важно. Наконец-таки люди поняли, что будущее за теми, кто сейчас учится. И вот такой вопрос просто. Зачем Ленину нос тереть? Натерли нос. Он стал желтый, как у клоуна. Не надо это делать. Что, метро как метро? Единственная ностальгия по жетонам. Да, действительно. Что-то такое было когда-то в Советском Союзе. Честно говоря, все идет по одному и тому же маршруту. Когда-то и московское метро преодолевало эти болячки. Вся эта взаимосвязь современности и советского прошлого. Заметил интересную особенность. В туристических городах постоянно появляются точки, где есть много копий. Это говорит о многом. Если вам нравятся просторы, нереальные конструкции и вампезность советского вампира, вам в Минск. Иногда кажется, что Минск соперничает с Питером и с Москвой по ширине улиц. Но вот где может точно выиграть, это по чистоте. В Белоруссии много городов, но Минск такой один. Это ключ от всего города. Есть три позиции для тех, у кого нет денег, у кого есть чуть-чуть денег и у кого их много. Первая позиция. Хоть Белоруссия братская страна, но это все-таки не родина. Помните эту штуку? Да, замок. Я его сейчас повешу. Конечно, его спилят, конечно, уберут. Здесь все чистят. Но какое-то время он побудет, пока я поеду домой. Вот уж право, не знаю, восторгаться или бояться такой штуки. У каждого хорошего города должна быть историческая часть. И у Минска она есть. Такое впечатление, что кто-то усы потерял Белоруссии. По поводу белорусской еды. Может быть, она не настолько изысканная, как итальянская или японская. Но зато какие продукты, какое качество. Объесться можно запросто. Сок березовый с мякорью. Читайте, вот здесь сок березовый с мякорью. Достояние Белоруссии. В России почти такого уже нету. Ну, наверное, все березы отжали. Несмотря на то, что еда очень сытная, я что-то не встречал толстых белорусов. Все они стройные и потянутые. Как им так удается? Каждый раз приезд в Беларусь ознаменован чем-то интересным, новым. Я каждый раз замечаю что-то необычное, что произошло. Подмечаю моменты, потому что у нас такого нет. В итоге в Минске побывать классно. Каждый раз классно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok